Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Александр Масликов, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Банк данных о внешности и голосе. Представители Центробанка показали схему удаленной идентификации клиентов. Внимание уделили именно вопросам безопасности, о которых я говорил. В первую очередь, снижение рисков мошенничества. Владивосток-2019. Верокс снова в приморской столице. Музыкальный фестиваль со спортивной набережной перекочует в клубы. За несколько лет стало понятно, что не музыка единая. И вокруг музыкальных выступлений есть другие, скажем так, активности. Катаклизма в Арсеневе. Речные гонки на каяках собрали любителей этого вида спорта со всего Приморья. Это единственные в Приморье речные каякерские полноценные соревнования. Ну, то есть, где каяк речной базируется как основной спортивный снаряд. Также в выпуске. Финальная неделя. Энергетики сообщили о старте завершающего этапа гидравлических испытаний. Еще расскажем. Выпускники Товму пополнят ряды стражей Родины. Торжественная церемония 76-го выпуска офицеров, мичманов и прапорщиков прошла во Владивостоке. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Выходные во Владивостоке и окрестностях прошли не совсем спокойно. Серьезный пожар на территории туристского рекреационного кластера Приморское кольцо случился ранним утром в воскресенье 16 июня. Пожар не прошел бесследно. Огонь расплавил часть складского здания. Пламени было охвачено около полутора тысяч квадратных метров. Оперативно прибыв на место происшествия, спустя две минуты после получения сигнала пожарные приступили к тушению пожара. Горело имущество на втором этаже строения. Отмечается, что в 8.01 пожар был локализован, в 8.11 было ликвидировано открытое горение. При тушении было задействовано 33 человека личного состава и 12 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. Масштабный пожар в одном из корпусов ТРК «Приморское кольцо» прокомментировал основатель комплекса экс-мэр Владивостока Виталий Веркиенко. По его словам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Еще один эпизод произошел уже на дорогах к Приморской столице. В ночь на воскресенье водитель большегруза не справился с управлением. Машина перевернулась на съезде с Золотого моста. Данные о времени происшествия стали известны благодаря записям с камер видеонаблюдения. Большегруз двигался в сторону Чуркина. Отчетливо видно, что шофер не сумел вписать свою махину в поворот, в результате чего она протаранила ограждение вдоль дороги и легла на бок. Из кузова грузовика высыпалось 24 тонны зерна. Движение на данном участке утром в воскресенье было ограничено. Во Владивостоке продолжаются судебные слушания в отношении компании-отловщиков «Косаток» и «Белух», которых содержали в бухте Средней. Вслед за выписанным штрафом на 30 миллионов рублей компания-отловщику «Белый кит» Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56 миллионов рублей компанию «Океанариум-ДВ». Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Установлено, что компания выловила с нарушениями трех «Косаток». Среди них незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушение процедур вылова и другие нарушения. Как сообщает «Интерфакс», в ходе судебного заседания «Океанариум-ДВ» вину свою не признавал и просил суд прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Во Владивостоке в понедельник стартовал четвертый завершающий этап гидравлических испытаний. Как сообщают энергетики, он продлится неделю до 24 июня. В связи с этим на теплосетях столицы Дальнего Востока от горячего водоснабжения временно будут отключены потребители, проживающие в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная». Напоминаем, что в данный момент энергетики продолжают вести ремонтные работы на магистральных трубопроводах после окончания трех этапов гидравлических испытаний. Специалисты приносят извинения за причиненные неудобства и просят жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. При этом энергетики приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения. На период проведения испытаний нельзя допускать пребывания детей в местах прохождения теплотрасс. Во Владивостоке вынос грязи со стройки на общегородскую магистраль явление нередкое. Однако власти города решили жестко пресекать подобные инциденты. В этом году за подобные правонарушения во Владивостоке уже оштрафован ряд строительных компаний. Среди них те, кто ведет работы на улицах Гоголя, проспекте Красного Знамени и других. А на днях подрядчика обязали привести в порядок дорогу после проведения там строительных работ на Русском острове. По поручению главы города специалисты мэрии выехали на место. Как оказалось, строители допустили выезд на дорогу общего пользования грузовиков с грязными колесами, в результате чего асфальт был в глине и земле. Поток автотранспорта, выезжающего со стройки, составляет около 200 машин в день. Автомойка организована согласно действующим законодательствам, но не учли обстоятельства, погодные условия. Случился инцидент действительно выпуска автомобиля с плохо промытыми колесами. Но по замечанию, даже устному, мы сделали выводы. В ближайшее время, буквально сегодня-завтра, мы выставим дополнительные пункты мойки колес, для того, чтобы не идти в разрез и не портить тот труд, который делают главы и люди в администрации района и в городе в целом. Согласно правилам благоустройства Владивостока, за данное нарушение предусмотрены штрафы для юридических лиц от 50 до 80 тысяч рублей. Представители компании пригласили для дальнейшего разбирательства на комиссию, на которой уже будет определен размер штрафа. К слову, в мэрии напоминают, штрафы во Владивостоке придется заплатить за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в непредназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий. Торжественная церемония 76-го выпуска офицеров, мичманов и прапорщиков Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова прошла в минувшие выходные во Владивостоке у мемориального комплекса «Боевая слава» Тихоокеанского флота. В торжественной обстановке молодым лейтенантам вручили погоны и кортики. Поздравили выпускников командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, вице-губернатор Приморья Олег Мельников, глава Владивостока Олег Гуменюк. Хотел вас поздравить с этим почетным званием. Вами гордятся родители, близкие, наставники. И есть этому причина. Вам выпала честь служить от Тихого океана до Балтики. К слову, в этом году ТОВМУ имени Макарова исполняется 82 года. Это одна из основных баз военно-морского образования, обеспечивающая кадрами флот России. Училище является одним из лучших в стране. Оно готовит квалифицированных специалистов в области кораблевождения, связи, эксплуатации и применения современных видов вооружения. В числе выпускников в ТОВМУ 11 героев Советского Союза, 7 героев Российской Федерации, 248 адмиралов и генералов, командующих флотами и флотилиями, командиры кораблей и подводных лодок, ученые и педагоги. Завершился 76 выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова прохождением парадных расчетов. Его открыла рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. 153 выпускника ТОВМУ этого года распределены в различные уголки нашей Родины для дальнейшей службы. Банкоматы знают вас в лицо, в любом месте, в любое время и в разных банках. Эти три основные тезисы озвучили представители Центробанка в рамках презентации системы удаленной идентификации. Сейчас сбор биометрических параметров внешности и голоса ведется лишь в нескольких регионах Дальнего Востока, включая Приморский край. В будущем число субъектов, как и банков, поддерживающих данную систему, расширится. Подробности расскажет мой коллега Евгений Черемухин. Кого обмануть проще – человека или машину? Человека – с уверенностью отвечают представители Центрального банка России и Ростелекома. Сегодня безопасность банковских операций тесно связана с идентификацией личности человека. Качество последней становится особенно актуальным, когда речь идет об уплате налогов, покупках или транзакциях через сеть. И здесь на арену выходят отечественные разработки. Единая биометрическая система, или ЕБС, призвана защитить наши с вами деньги. Мы очень долго думали над тем, как сделать его наиболее удобным, наиболее оптимальным, доступным и, самое главное, простым в использовании. Ведь именно пользовательский опыт является для нас ключевым и в части развития цифровых сервисов, и в части дигитализации финансового рынка. В ходе конференции эксперты не только рассказали о сути разработки, но и продемонстрировали работу сервиса. В качестве испытуемой выступила руководитель по продвижению ЕБС Светлана Озерецковская. Девушка наглядно показала, как происходит сбор тех самых биометрических данных, внешности и голоса. Человек, клиент, да, приходит в тот банк, в котором он обслуживается, или в тот банк, в котором он хочет, ну, допустим, где-то лично открыть счет, вот, и просит зарегистрировать его в двух системах. Вот, мы выбрали именно две системы. Ту систему, которая уже сейчас используется для получения государственных и муниципальных услуг, это единая система идентификации и аутентификации. В этой системе сейчас уже более 90 миллионов человек представлено, то есть, ну, все вы пользуетесь государственными услугами, да. После того, как клиент пришел в банк, он фотографируется и проговаривает случайно заданный набор чисел. Так программа получает так называемый образец подлинности. Позже пользователь, совершая любую операцию по счету, совершает аналогичный набор действий, но уже самостоятельно. Для работы системы достаточно иметь смартфон и установить специальное приложение для проверки биометрических данных, а также приложение своего банка. К слову, испытуемая продемонстрировала успешный результат в работе системы только со второй попытки. В первый раз ЕБС фото Светланы не признала. На вопрос, как хорошо система защищена от нападок со стороны третьих лиц, эксперты тоже ответили. Внимание уделили именно вопросам безопасности, о которых я говорил. В первую очередь, снижение рисков мошенничества. Мы все-таки разделили персональные данные, ОВАС, паспортные данные, СНИЛС и иные, хранятся в ЕСИ, а биометрические данные хранятся в единой биометрической системе. То есть это две разные системы, и друг с другом они синхронизируются по технологическому идентификатору. Поэтому, если когда-либо произойдут какие-то случаи, атака на систему, собственно, достать оттуда и сметчить эти данные будет невозможно. Оказалось, что эксперты в курсе развития современных технологий в области синтезирования голоса и изображений. В том числе знают про нашумевшую нейросеть DeepFake, которая без труда может подделывать лица людей в кино и обычных видеоматериалах прямо на ходу. Однако, уверены разработчики российской ЕБС, их алгоритмы заточены определять именно такие фейки. Мы постарались заложить такой принцип работы системы, как мультивендорность. Что это такое? Это когда с нашей системой одновременно взаимодействует не один биометрический вендор, предоставляющий технологию по распознаванию, а несколько. У нас в системе работают биометрические вендоры по лицу и по голосу, и каждый раз мы выбираем биометрическую технологию, наиболее оптимально подходящую под конкретный случай. К концу 2020 года Центробанк планирует обязать 151 банк внедрить эту технологию и сделать ее доступной всем жителям страны. Всего планируется оснастить и для сбора, и для работы с биометрией примерно 5200 отделений. Кроме того, технология со временем будет только развиваться, а главным ее плюсом является отсутствие требований к стоимости и качеству мобильного устройства. Как будет работать технология и сыщет ли популярность на просторах России, покажет лишь время. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой резервные дни. Нынешние 11-классники, а также выпускники прошлых лет и среднего профессионального образования сдают экзамены. Владивосток-2019, Вирог снова в приморской столице. Музыкальный фестиваль со спортивной набережной перекочует в клубы. Катаклизма в Арсеньеве. Речные гонки на каяках собрали любителей этого вида спорта со всего Приморья. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Резервные дни. Нынешние 11-классники, а также выпускники прошлых лет и среднего профессионального образования сдают экзамены. Владивосток-2019, Вирог снова в приморской столице. Музыкальный фестиваль со спортивной набережной перекочует в клубы. Катаклизма в Арсеньеве. Речные гонки на каяках собрали любителей этого вида спорта со всего Приморья. Большая часть участников государственной итоговой аттестации уже сдали экзамены в Приморье. В понедельник, 17 июня, стартовали резервные дни для более тысячи выпускников колледжей, некоторых 11-классников региона, а также выпускников прошлых лет. Окончательный этап завершится 1 июля. В резервные сроки будут повторно сдавать экзамены некоторые из выпускников текущего года, не набравшие проходной балл. Что касается выпускников, получивших неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо повторно получившие неуд по одному из этих предметов, в резервный день смогут сдавать в государственной итоговой аттестации в дополнительный сентябрьский период. Сегодня в крае количество участников, набравших от 80 баллов за экзамен, значительно увеличилось. Число ребят, не преодолевших минимальный балл, по сравнению с предыдущими годами, намного ниже. На сегодняшний день четверо выпускников справились с ЕГЭ на 100 баллов. Двое по русскому и двое по истории. В минувшие выходные медики Приморья отметили свой профессиональный праздник. Профессия врача одна из старейших в мире. И в настоящее время она востребована буквально везде. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на повышение качества жизни, активное долголетие. Сегодня в крае продолжается реализация национального проекта здравоохранения. В Приморье в сфере медицины сейчас остро стоит вопрос кадров. Принят целый ряд законов, направленных на решение данной задачи. К зарплате специалистов прибавились несколько мер социальной поддержки. Это различные доплаты, льготная ипотека, а также компенсация аренды жилья и услуг ЖКХ. Привлечение кадров в медицину, в свою очередь, позволит решать и другие задачи надпроекта. Несмотря на современные технологии, труд врача, тяжелая и очень ответственная работа. Какие вызовы стоят сегодня перед региональной медициной и как борются за здоровье жителей края приморские медики – в нашем следующем материале. Ежегодно в Приморском крае около 6 тысяч человек переносят инсульт. Половина из них погибает в течение года, 80% выживших становятся инвалидами. Одна из самых главных проблем – недостаточная информированность населения о том, как распознать инсульт. Самый грозный симптом, конечно же, у инсульта – это нарушение сознания, это постинсультные нарушения движения, двигательной активности в конечностях, это либо левосторонний центральный гемипорез, либо правосторонний, в зависимости, где произошла катастрофа в головном мозге. Предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы сложно, но возможно. Тем же, кто запустил болезнь, помогут в медицинском центре ДВФУ. В нашем центре мы выполняем довольно большой спектр кардиохирургических вмешательств, начиная от эндооскулярных методик, это стентирование коронарных артерий. Также мы выполняем радиочастотную абляцию, установку постоянных стимуляторов, кардиостимуляторов. Рождённые патологии и недоношенность сегодня становятся главными причинами серьёзных проблем со зрением у детей. Только в Приморье близорукостью страдает 23 тысячи малышей. Каждый год около 40 человек уходят на первичную инвалидность. У взрослых свои проблемы. Вероника Дружинина делится впечатлениями от операции. В 71 год ей пришлось пережить удаление катаракты. Я, конечно, волновалась очень, но волнения были напрасные. Операция протекала безболезненно совершенно. Единственное, страшно было зайти в операционную, лечь на этот стол. В офтальмологическом отделении больницы рыбаков за год оперируют около 2,5 тысяч пациентов. Более половины из них с катарактой. Почти все операции успешные. А новейшие технологии отрабатывают на базе школы биомедицины Дальневосточного федерального университета. Учёные занимаются исследованием биоразнообразия региона. Они пытаются сформировать своеобразный каталог веществ и молекул, чтобы облегчить в будущем создание и внедрение новых лекарств. Многие из них содержат в себе молекулы, которые в будущем могут излечивать миллионы жизней. И мы думаем, что во многих организмах есть больше, чем одно потенциальное лекарство. А огромная проблема на планете состоит в том, что виды исчезают с неимоверной скоростью. Самоотверженный труд учёных и профессионалов здравоохранения не остаётся незамеченным. Специалисты детской краевой клинической больницы номер один получили награды Министерства здравоохранения. Рентгенолог Татьяна Цветкова уже больше 30 лет занимается обследованием всех органов и систем человека. После прохождения интернатуры открывался большой корпус, и нас оставляли на работу после интернатуры. И предложили несколько специальностей на выбор, кем бы хотели остаться работать в этой больнице. И я выбрала врача-рентгенолога. В отделении находятся дети со сложными пневмониями, патологиями органов грудной клетки и другими опасными заболеваниями. Чтобы поставить на ноги ребёнка, педиатры работают параллельно с хирургами. Это не награда мне конкретно, это награда коллективу, потому что один человек в такой сложной работе ничего не сделает. Это награда коллективу, коллективу единомышленников. Врачей года во всех основных специальностях выбирают и награждают уже несколько лет. Сегодня Министерство здравоохранения во взаимодействии с властями региона реализует большое количество программ, направленных на то, чтобы профессию врача снова сделать престижной. Ведь эта профессия требует глубоких знаний и практики, большой отдачи, железных нервов, выдержки и самообладания. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Дмитрий Сухоруков, Сергей Тулатиев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. О здоровье на чистоту. Восьмой канал запускает новый проект. Можно ли предотвратить болезнь? Как вести здоровый образ жизни? Как вырастить здорового ребенка? Какие современные технологии стоят на страже вашего здоровья? И какие мифы уже пора развеять? Восьмой канал представляет новую программу о современной медицине «Я здоров». В первом выпуске «Как избежать инсульта?» И кто находится в группе риска? Существует ли аллергия на глютен? И как точно установить, что клейковина злаков – это ваш враг? Нужно ли прививать детей? И пустят ли ребенка без прививок в детский сад или школу? Об этом смотрите в новом проекте Светланы Садовой «Я здоров» в эфире Восьмого канала уже в ближайшее время. Уже на этой неделе в Приморской столице после годичного перерыва вновь стартует музыкальный фестиваль «Верокс». На этот раз с приставкой «Экспо». В новом формате он пройдет во Владивостоке с 21 по 23 июня. В музыкальной программе фестиваля запланированы выступления популярных групп и диджеев из разных стран. Главное отличие – музыкальные коллективы уходят с набережной «Спортивной гавани». Фестиваль переходит в клубный формат. Тему продолжит Максим Яковлев. После череды ежегодных музыкальных фестивалей Владивосток взял паузу. В 2018-м знаменитого «Верокса» не было. Город успел соскучиться по музыке, особенно в таком масштабном и международном формате. Этим летом мероприятие возродится, правда, уже в несколько другом обличии. Но, как отметил на специальной пресс-конференции сам Илья Логутенко, новый «Верокс-экспо» порадует и где-то даже удивит приморскую публику. За несколько лет стало понятно, что не музыка единая. И вокруг музыкальных выступлений есть другие, скажем так, активности, которые не только объединяют людей, но и остаются после фестиваля. Потому что, с одной стороны, концерт может быть интересным, кто-то до него дошел, не дошел. А какие-то вещи должны оставаться. Новая версия «Экспо» — это целый фестиваль культуры. И в его программе стрит-арт, выставка дальневосточных художников, гастрономические вечера и даже спортивные мероприятия. Концепция участников все та же. Она объединяет людей Востока и Запада. Поэтому в Владивостоке вновь будет немало гостей с различных уголков мира. От музыки «Верокс», конечно, тоже не отказывается. В этом году масштабность сменили на насыщенность. Больших открытых сцен на набережной не будет. Вместо этого музыканты практически в режиме нон-стоп будут выступать в баре «Мумий тролль» и в соседних ночных клубах. Есть группы из Москвы, Петербурга, Якульска, Китая, Японии, Индонезии даже. Кто-то приезжает сам, как, например, португальская группа, извините, произносим название с аббревиатурой DSCI. Они едут сами сюда, из самой Португалии на «Газели». Насколько я знаю, представляете, да, какой. Вот это их будет конечный этап выступления. Уж не знаю, доберутся они вовремя или не доберутся. Активными площадками «Верокс» будет радовать все три дня с 21 по 23 июня. Вход на мероприятия и концерты бесплатный. Правда, если вы не регистрировались на сайте, то в порядке живой очереди. С программой всего фестиваля можно ознакомиться также на официальной страничке в интернете. Максим Яковлев, Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Первый фестиваль юной книги «Фарватер» пройдет 22 и 23 июня в столице Дальнего Востока. Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная двухдневная программа. Представители крупнейших профильных издательств, писатели, иллюстраторы и психологи проведут ряд конференций, мастер-классов, лекций и публичных дискуссий. Особое внимание будет уделено работе с подростками и их родителями. Так, в открытой полемике на тему «Право быть собой» примут участие сами представители подрастающего поколения. Помимо этого, состоится книжная ярмарка с продукцией отечественных издательств, ранее не представленной на рынке Дальнего Востока, а также подведение дальневосточных итогов конкурсов комиксистов и авторов повестей для подростков. Три лучших повести будут направлены на рассмотрение отечественным издателям, а победитель конкурса получит 25 тысяч рублей. А в первый день состоится презентация выставки репортажного художника Кристофера Фишера, чье участие в фестивале стало возможным благодаря поддержке Швейцарского совета по культуре. Для всех, кто верен печатной прессе. В эти дни продолжается подписка на второе полугодие на газету «Владивосток», а также такие издания, как «Сады и огороды Приморья» и «Семь дней в Приморье». Для удобства читателей предусмотрены разные варианты подписки. Например, можно получать газету четыре раза в неделю, а можно один раз, но с телепрограммой или в комплекте с журналом «Сады и огороды». Напомним, что особые условия по подписке на газету «Владивосток» действуют для ветеранов войны и труда инвалидов и малоимущих граждан. Подписку на издание на второе полугодие можно оформить во всех отделениях почтовой связи до 25 июня. А если вы хотите сделать приятное, своему бюджету оформить подписку дешевле, то вас ждут в редакции газеты «Владивосток» по адресу Народный проспект 13. Подписаться на газеты и журнал непосредственно в редакции можно до 21 июня. Дальневосточный фестиваль каякинга прошел в Приморском Арсеньеве. Ежегодное мероприятие под названием «Катаклизма» состоялось в восьмой раз. Речные гонки на каяках собрали несколько десятков любителей этого вида спорта. В рамках фестиваля также прошел уникальный конкурс самодельных судов. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Фраза «Катаклизма» в Арсеньеве уже давно не воспринимается как нечто жуткое. Всем местным спортсменам, да и просто любителям активного отдыха известно, что такое название носит целый фестиваль каякинга. В этом году река Арсеньевка собрала несколько десятков любителей этого вида спорта. Река щадящая, здесь нет порогов, нет сложных препятствий. Можно абсолютно любому, через любыми навыками, да, прям взять, сесть и попробовать свои силы. Это единственные в Приморье речные каякерские полноценные соревнования. Ну то есть где каяк речной базируется как основной спортивный снаряд. Пасмурная погода с переменным дождем ничуть не изменила планы каякеров. К тому же сама обстановка создавала тепло, ведь катаклизма каждый год напоминает встречу старых друзей. В этот раз на реку съехались опытные спортсмены из Владивостока, Арсеньева, Хабаровска и других регионов. Были и новички, которые в первый раз садились в лодку и тут же пытались бороться за награды. И те, и другие вначале прослушали инструктаж, наценили трассу и подготовили снаряжение. Впереди их ждал целый день насыщенной гонками и борьбой с водной стихией. Состязания проходят в два этапа. Сначала каякеры поодиночке слетают с рампы и максимально быстро преодолевают триатлон. Гребут веслом, плывут руками, бегут ногами. Испытание выматывает всего за пару минут, но того стоит. Ну первый раз я вообще в жизни сел в каяк и все, захотел и поехал. Неправильное весло не под мою руку, поэтому мне пришлось грести очень неудобно. Поэтому и куча и косяков, и штрафов. Она заявила, сейчас прыгать будет. Она уже пятый раз участвует, ей два года, она уже пятый раз участвует. У нее очень сильная хватка, она весло держит, даже папе не отдает. И в этом ее секрет. Пока судьи подсчитывали результаты для следующего этапа, на реке началось одно из главных представлений катаклизмы – презентация самодельных судов. Этой забавной фишкой организаторы не только разбавляют соревновательную часть, но и позволяют проявить свои творческие навыки в грибном спорте. Кто-то внимательно следил за этим забавным шоу, а кто-то готовился к финальной части мероприятия – каяк-кроссу. Среди каякерных соревнований главный приз я считаю, что это победить в каяк-кроссе, потому что в триатлоне еще сложно тоже выиграть. Конечно, нужно навык, что ты бегал, хорошо плавал, на лодке хорошо плавал, но в каяк-кроссе тут еще нужно посчитать, тактику сделать так, расставить, что ты максимально быстро приезжал в буйку. Ну и настойчивость, упорство – это очень контактный вид спорта. Ну, сегодня увидите, потому что будет реальная заруба. После долгих отборов и напряженной борьбы определились победители кульминационного каяк-кросса. Ими стали участники с внушительным опытом. Ну, круто, что! Было страшно. Не, не тяжко. Тут в основном доля везения. Кому как повезло. Это каяк-кросс, вот такое дело. Усилие было вложено максимально. Победа далась тяжело. Соперники сильные. Я шел к этому лет пять. Впереди спортсменов ждет основная часть водного сезона, поэтому каякеры еще успеют покататься по волнам дальневосточных рек и насладиться грибным драйвом. Максим Яковлев, Евгений Черемухин. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Во Владивостоке в понедельник стартовал четвертый завершающий этап гидравлических испытаний. Как сообщают энергетики, он продлится неделю до 24 июня. За чистые дороги подрядчика обязали привести в порядок трассу после проведения там строительных работ на русском острове. Тавму пополняют ряды стражей Родины. Торжественная церемония 76-го выпуска офицеров, мичманов и прапорщиков прошла в минувшие выходные во Владивостоке. Владивосток 2019. Берог снова в Приморской столице. Музыкальный фестиваль со спортивной набережной перекочуют в клубы. Восьмой канал представляет новую программу о современной медицине. В первом выпуске. Как избежать инсульта? Существует ли аллергия на глютен? Нужно ли прививать детей? Катаклизма в Арсеньеве. Речные гонки на каяках собрали несколько десятков любителей этого вида спорта. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Мировое сообщество 17 июня отмечает День мотоциклиста. Дата праздника уникальна для каждого года. Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась в один из летних дней 1992 года. Когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Так что девиз этого дня – на работу на мотоцикле. Сегодня мото движение насчитывает тысячи последователей по всему Дальнему Востоку. В него входят люди разных возрастов и профессий. И как в этом году – байкеры Приморья. Открывали сезон? Смотрим вместе, прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Ну а я прощаюсь с вами. Но прежде пожелания хорошей и продуктивной недели. С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом. Продолжение следует...